Добрый день, друзья! Ну что, соскучились? Сегодняшний день я посвящу такой будет расширенный репортаж по шелковым амбровым тканям группы 01. Сезон кокона начался в Узбекистане, в нашей Ферганской долине, где тутовник подпитывается горными речками этой водой. Вот из такого тутовника делается шелкопряд. Шелковые нити. В конечном итоге, вот она, сырая шелковая нить, прекрасная, из чего мы делаем все наши ткани. Шелковые, относительно шелка. В общем, приезжайте в Узбекистан, в мае месяц у нас сезон шелка. Кто хочет посмотреть, как гусеница заворачивается вот в такой кокон, вы всегда увидите, мы вам покажем. Узбекистан сейчас открыт, так что милости просим, приезжайте. Ну, а теперь относительно самой готовой продукции шелкового адраса. Смотрите, помните, что у нас есть из шелковых тканей многочисленные хорнопласы, бахмали и так далее. Но есть у нас, например, принцесса шелковых тканей, это шои. Вот шои, видите, она такая струящаяся, мягкая, нежная. Это стопроцентно шои, но очень популярный и издревле, который делался в Узбекистане, в Маргеллане. Это шелковые адрасы, это смесовые ткани, в которых вот в этих тканях у нас 70% шелка, то есть основа нити, и уточная нить хлопковая. То есть это получается 70% шелка, 30% хлопка. И если мы уточную нить заменяем хлопковую на шелковую, тогда у нас получится вот этот струящийся шои. Шелковый адрас, он поплотнее, так как кто моделирует, конструирует, как в фэшн-индустрии, как в интерьер-дизайне, в декоре, шелковый адрас, он более популярен. Потому что максимальная возможность использования в разных сферах. Многие соскучились, просили показать, какие шелковые адрасы делают. Ну вы знаете, в группе Телеграм у нас есть публикации, каждый день публикуют то, что по наличию. Есть заказчики, которые свои плиты дают, мы все это показываем тоже, изготавливаем. Но сейчас пройдемся по предтам, я вам расскажу, если кто-то хочет приобрести, такая возможность есть. Пока то, что показываю, сегодня есть. Но всегда запрашивайте, потому что бывает показал, уже через час этой ткани уже нет, потому что закупают, отправляем по всем странам. Планета Земля у нас с одной стороны большая, но для нас она маленькая, потому что запросы идут со всех континентов. Поехали! Вот такой прекрасный принт, называется гребень. Посмотрите, красота! И этот шелковый адрас вот с таким муаром. Наши операторы, конечно, еще покажут этот эффект муара. Вот он. Такие мраморные переливы идут. Вот, расцветка очень прекрасная. Вот такой гребень. Потому что на абровых тканях, на паттернах используется различная тематика паттернов и символизирует что. Вот из такой ткани мы уже сумки делали, такие шоппинг-бэги. Она из хлопкового адраса. То есть из хлопкового, да. И в данном случае это смесовая ткань, шелковый адрас. Идем более такой в зеленой теме. Вот она. Здесь тоже эффект муара. Вот он. Видите? Это называется такой вот ковыш, в котором использована ювелирная тематика. Ковыш – это такие старые галоши узбекские. Но мастера абрового искусства, художники, они очень творческие люди. И они всегда какую-то тематику придумывают. Потому что на наших абровых тканях есть как старые плиты, древние, так и, можно сказать, современные, которые придерживаются тенденциям абрового искусства рисования. Вот еще тоже продолжение этой тематики ковыш, только он такой мелкий, вот маленький и вот с такой солнышкой. Ткани по ширине различные, потому что надо задавать. Если заказы идут, кто-то просит, например, для больших размеров сделать 45 см, потому что 40 см на какие-то 52-й размер, 54-й, получается расход большой. И в таких случаях мы делаем ткани вот такие, по ширине, видите? Здесь где-то около 47 см. Ну что, зеленые тематики, сейчас мы пойдем еще дальше. Наслаждайтесь, пока я рассказываю. Девчонки наши стоят на готове, потому что я знаю, что сейчас после опубликации репортажа люди начнут заказывать. Идем к нежности. Вот она сама нежность, очень популярный рисунок, потому что мне самому нравится. То есть один и тот же паттерн, вот, ну сейчас мы так покажем вам эту сторону. Смотрите. В данном случае это один и тот же паттерн, одна и та же ткань. Просто здесь уточная нить, если здесь уточная нить белая была, здесь уточная нить серая. За счет оттенков уточной нити, видите, как изменилась ткань. То есть, когда мы ткем, и если вы запросите наших менеджеров, покажите, что мы ткем, они могут показать, и во время откачества мы вот таким способом оттенок можем поменять. То есть уточную нить меняем на другой цвет, и вот рисунок будет, оттенок рисунка будет меняться. Очень такой нежный, летний цвет, много чего можно использовать, не только для одежды, для какого-нибудь платья, но в том числе и для штор используют, я знаю, для подушек, для пуфиков. Но люди творческие, дизайнеры, они для многих целей используются. Идем, такая же уточная нить с другим паттерном, тоже белая уточная нить и серая уточная нить, в данном случае, тоже с фугуаром. Посмотрите, вот такой современный принт, вот с такими каплями. Видите? Здесь, естественно, вот здесь серая уточная нить, здесь белая. И вот вам разница. Потом напоминаю, многие новички, стартаперы, которые начинают работать с нашими абровыми тканями, вот эти полосочки. Эти полосочки – это фишка. Лучшая фишка для ручных изделий. То есть, вот эти полоски, тот, кто знает, понимает в абровых тканях, они оставляют, они показывают именно на видной части изделия. Потому что мы публикуем все процессы производства абровых тканей. У нас есть один процесс, называется открывание рисунка. И вот в открывании рисунка, когда собирают рисунок, именно по этим полосочкам они сводят эти мастера, для того, чтобы рисунок не растекался, для того, чтобы рисунки были, вот эти элементы рисунков, симметричны. Из-за этого остается эта полоска. Через каждые практически два метра. Если кто-то не знал, на всякий случай вот вас и реформируют. Едем дальше. Еще идем к прекрасному. А прекрасное оно всегда самое лучшее на свете. И все, что вы делаете, должно радовать. Радует, беритесь и делайте. Итак, вот такая широкая ткань. Яркая, солнечная тематика. Вот с таким необычным паттером. Видите, она разделена на три части. То есть здесь наш художник применил такой эффект рисунка, что он основную часть рисунка разбил на три, разделил на три части. И они как бы не симметричны, а вот по центру основной рисунок, и края этого рисунка находятся вот с левой и с правой стороны. Так, ткань очень широкая. Здесь где-то 50 сантиметров. Ну, по запросу, как кого-то заинтересует, запросите с карт. Мы сообщим. То есть менеджеры наши сообщат. Так, такое солнце интересное мы прошли. Идем дальше сейчас. Идем к яркому оранжевому цвету. Вот такой обалденный Абрево рисунок с очень много различной тематики. Здесь и сердечки есть. Здесь есть ювелирная тематика. Есть еще шан-чурок. Это подсвечник. Подсвечники всегда использовались. Такая интимная тематика. Такая любовь и так далее. Оно очень прекрасный принт. Вот такое сочетание оранжевого с черным на белом фоне. Кому понравится, то есть по вкусу мы всегда разные паттерны исполняем для вашего творчества. Едем дальше. Вот такой паттерн. Интересный. Тематика скорпионов здесь идет. Есть скорпиончики вот такого синего цвета. Есть такого розового цвета. В данном случае это тематика оконные решетки. Вот в узбекских окнах раньше решетки были. И они вот идут с насыщением таких рисунков. Где-то цветочки, где-то что-то. В данном случае вот оконная решетка вот с такими со скорпиончиками. Но тематика скорпионов, она постоянно в обрывах тканей. Защищает от бурного глаза. Тоже интересный паттерн на таком коричневом фоне. Думаю, этот паттерн тоже такой будет популярный именно в западных странах. Потому что мы уже, у нас есть статистика, и мы знаем, какие обычно расцветки любят и берут. Но всегда каждый человек индивидуален. Каждый что-то интересное применяет. Но то, что еще рядом. Сейчас мы по черной тематике пойдем. По темным цветам. Шикарный принц. Шикарная расцветка. Огромный рисунок. Большой. В данном случае я переверну. Потому что именно здесь находится муар и муаровую сторону. Вот такой тумор. Что такое тумор? Это такой амулет узбекский. А внутри молитвенник. Вот с такими ювелирными подвесочками. И сверху она, элемент вставлен от художника, украшен с такой серьгой в виде полумесяца. То есть ювелирка здесь тоже присутствует. Вот на таком желтом фоне с черными элементами. Тоже необычный паттерн. Тоже можно использовать для своего творчества, для своей фантазии. Складываем. Едем дальше. Что еще интересного?